В лечении диабета, ожирения действительно в основе персонализированной медицины. Это обучение больного, мотивировать его, что нужно, вот такой-то диетой заниматься. И тогда это естественно совершенно получим результат. Обучение, мотивация, дальше питание, и оно индивидуальное для каждого, чем он занимается. Каков характер его работы, и так далее, и так далее. И самое главное, это движение. Это движение, когда глюкоза сгорает без, будем говорить, инсулина. Потому что главный потребитель глюкозы – это мозг. Он в 15 раз поглощает глюкозу, чем другие органы. И он единственной глюкозой питается, как энергетическим материалом. Выстраивается прежде всего в каком бы состоянии. Первый тип, второй тип с ожирением, ожирение привело к сахарному диабету. Это вот фундаментальные вещи. Обучить, рассказать все. И какие возможные осложнения, инвалидизация, причины смерти. Потом мотивировать и поддерживать эту мотивацию. Диету мы ничего не запрещаем. Мы ограничиваем только. Абсолютно она не отличается. Но это простое питание, конечно, так сказать, так. В меру все сбалансировано. И, наконец, это смена. Вот умственная, где мозг работает и забирает основную массу глюкозу. А потом надо переходить на движение. И вот в движении сгорает глюкоза, жиры. Надо менять умственную работу на физическую. Поработал, переходи. Это очень важно. Именно Иван Михайлович Сечином первым открыл эти законы. Надо воспользоваться.